Итак, друзья, переходим на вкладку сайты. В том же сервисе SunPulse переходим на вкладку сайты. Как видим, тут горит значок бета. То есть эта функция появилась относительно недавно, что очень-очень хорошо. Нажимаем создать новый сайт. Здесь, когда вы зайдете, у вас будет уже готовый один сайт под названием тест. Можете переделать его, но тогда вы не сможете переделать его адрес. Поэтому я удалил этот самый тест. Я вообще любитель очень минималистичного дизайна, поэтому я выбираю вот эту штуку. Редактировать. Вот примерно в этом же ключе я сделаю свой сайтик. Сразу же все лишнее убираем. Нажимаем удалить, удалить, удалить. Если вы измените тестовый сайт, он вот в таком же видео у вас и будет. Именно вот этот шаблон будет виден вам, когда вы зайдете первый раз. Поэтому вы можете изменить его. Но тогда адрес вашего сайта будет тест, пульс, все такое. Так, связаться с нами нам этого не надо. Так, хорошо. Ну и я оставлю, наверное, пару отзывов. Заказать чат-бота мы это убираем. И здесь берем форму. Ап. Вот она. Вот это то, что нам надо. То есть это то место, где человек будет оставлять маленький наш мини-сайтик, где мы его будем пытаться завлечь в нашу рассылочку. Сюда мы поставим картинку. И главное, чтобы была форма. То есть нужно обязательно место, где человек может оставить нам свою электронную почту. И вот тут нажимаем, то есть как это все редактируется. Мы нажимаем на форму. И вот здесь выберите адресную книгу. Это обязательное поле. Вот почему у нас до этого должна быть создана адресная книга. Выбираем ПП, моды и стиль. Все. По сути можно хоть сейчас опубликовать, да, но желательно кое-что, конечно, переделать. Например. Нажимаем мы сюда, переделываем картинку, загружаем новое изображение. Самая первая обложка моего лид-магнита. Не самый удачный вариант. Вот он. То есть вот как сейчас была картинка, небольшая, маленькая, да, вот такую желательно и сделать. Потому что это что-то как-то получилось. То есть для лид-магнита это хорошо. Это будет неплохо смотреться на мобильном. Но для страницы захвата как бы не самый удачный вариант. Да, вот картинку бы это было желательно выразить. Но это я все показываю вам для того, чтобы вы просто поняли суть. Так. Тут от картинки до формы мы можем поставить отступ. Цвет этого отступа пусть будет прозрачный, чтобы картинка была отдельно. Висела в воздухе. А потом уже шла вот эта вот, шла описательная часть. И это все мы удаляем. Здесь мы должны коротко и ясно описать человеку, что он получит, когда подпишется на нашу рассылку. Ну что-то типа того. Текст по центру выравнивать, наверное, не обязательно, потому что это дурной тон. Если, допустим, это одно предложение, можно выравнивать по центру. Но если несколько, то выравнивание по центру, это уже смотрится как самопальная какая-то ерунда. Так. Здесь нажимаем. Значит, все вот эти вкладочки, вот это все вы можете потыкать туда-сюда. Если вы не понимаете, что такое сделка в CRM, то тогда и незачем сюда лезть. Да, тут принцип простой. Редактируем поля формы. Оставьте, укажите вашу почту. Подписаться. Замечательно. Отзывы читателей нашей рассылки. Ну и здесь, собственно, выбираем какую-то картинку девушки, да? Пишем, что эта рассылка помогла мне стать вообще теперь модной. Аж вообще не может. Аж не может. Аж невозможно модная. Здесь второй отзыв какой-нибудь такой же девушки. Собственно говоря, все. Нажимаем опубликовать. 10 вещей для модницы. Обязательных вещей для модницы. Style. Вот о чем я говорил. То есть, если вы будете переделывать тестовый шаблон, который вы увидите в самом начале, то вы не сможете изменить его адрес. Поэтому я обычно предпочитаю делать страницы с нуля. Так, сомнение немножко. Я вынужден был переместиться в другое место, пока все это доделывал. Поэтому вы будете слышать на фоне шум моря и мой не очень отчетливый голос. Я постараюсь потом все это улучшить. Осталось совсем чуть-чуть. Заходим в настройки сайта. Удаляем логотип. Сэнд пульса. Есть. Теперь нам надо проверить, как это работает. Копируем ссылку. Я зайду с другого браузера и подпишусь. Так, предположим, я тот человек. Та женщина, которая заинтересовалась. Оставляем адрес почты. Так, и видим. Спасибо за подписку. Все работает. Возвращаемся в наш адресную книгу. Что там у нас? Ну вот, как видим, все работает. По идее, если бы у меня сейчас была настроена авторассылка, то уже бы пошли письма. Первое, второе, третье. Ну, они не все сразу, естественно. А то, как мы их запрограммируем. Но факт то, что наш сайт работает, он очень легенький, простенький, легко открывается. И любой может подписаться и попасть в нашу авторассылку. Идем дальше. В следующем уроке настраиваем саму авторассылку.